Интересно, что многие вообще не знают о том, что в Египте есть Коптская Православная Церковь. Кто такие копты? Так с древних времен называют христиан в Египте. Вообще-то слово это очень многозначное. Коптами стали называть коренных египтян после завоевания этой страны мусульманами и распространения ислама. По традиции, сегодня так называют христианское меньшинство в Египте. Не хочется говорить штампами, но копты живут не в дружеском окружении. Всего 10% населения веками сохраняют свою веру, иконы и храмы. Буквально о каждом метре христианской земли приходится договариваться. Христианские храмы охраняются вооруженной охраной. Монастыри в пустыне охраняются даже военной техникой. Снимать охрану нам, конечно, не разрешили, но сам этот факт оказывается вполне оправдан, если вспомнить о событиях 2016 года. Янис, мы с вами находимся в храме Бутрусия, храм святых апостолов Петра и Павла. Бутрусия? Бутрусия. По-арабски Петр будет Бутрус. Поэтому называется Бутрусия, то есть в честь апостола Петра и апостола Павла. Это один из старинных храмов здесь в Каире, в центре Египта. В воскресный день мы попали на литургию коптов. Это само по себе очень важное событие копской церкви, как и любой другой христианской. Но надо сказать, что в этом храме молятся не только об основателях. Теперь обязательно молятся и о невольно убиенных мучениках. В 2016 году здесь произошло трагическое событие, которое потрясло весь мир. Террорист-смертник взорвал бомбу прямо во время службы. Когда-то это был вход в храм. Вот здесь прямо с улицы можно было войти. И именно таким путем проник сюда вот этот террорист-смертник, который затем вошел в саму церковь. С правой стороны, где по коптской традиции молятся женщины. У них мужчины слева, женщины справа. И в рюкзаке он унес взрывное устройство. Там подорвал это устройство, привел его в действие. И было много жертв. 29 человек погибло. Произошло это 11 декабря 2016 года. Ну и потом эту дверь заблокировали. Сейчас ее не используют как вход в храм. Сейчас вход в храм с другой стороны. И из 29 жертв 28 были женщины, девушки и даже дети, девочки совсем маленькие. И один мужчина, это как раз тот самый охранник, который охранял эти ворота. Ему удалось остановить, насколько я понимаю правильно, второго террориста, который подорвался уже в ворота. Тогда ужасная новость попала в ленты всех мировых новостных агентств. Христиане всего мира высказывали слова сочувствия и соболезнования родственникам погибших. После тех трагических событий прошло всего три года. Копская церковь причислила погибших мучеников к лику святых своей церкви. Имена их всегда поминаются на службе. А родственники после каждой литургии встречаются и молятся за своих жен и детей.